Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Почему я их не люблю, мягко говоря? Потому что вот этот фанатизм, как я раньше говорил, фанатизм в любом его проявлении нуждается в лечении. Вообще, даже если я там начинаю о чем-то фанатеть, игруха там, сериал, еще что-то, я себя ловлю всегда на этой мысли. И эти люди себя на этой мысли не ловят. У них вообще нет никаких тормозов, как выяснилось. Особенно у троллей, которые хотят быть троллями. И это одна из причин. Вторая из причин. Люди, которые гордятся и хорохорятся, выебываются и говорят, что у меня три высших, два высших. Еще там что-то. Сначала после пионерии ходят в мавзолей, кланятся. Ленину в член или членину в лен. Я запутался. Потом заряжают эту воду из-под крана. Под чумака, еще кого-то там, да? Не помню, как второго чувака звали. Это люди, которые с двумя, с тремя высшими образованиями. Которые нас чему-то учат. Учат, как нужно лечить болезни 50-х, 60-х годов. Теми же методами, допустим, если взять медицину. Вот эти устаревшие мировоззрения. Вот эта неприспособленность к окружающему миру. Когда они поняли, что мир-то совершенно другой. Они привычены были к другому. К одному, короче. То это одно с ними сыграло злую шутку. Я, слава богу. Не родился в совке. Хотя, переболел совкизмом. Вот этим всем сролинизмом. Да. Я был участником капрофиловцев. То есть партия КПРФ. Именно так я ее называю. Капрофиловцы. Которые никакие, на самом деле, не коммуняки. Настоящие, как вообще можно взять коммуняк, да. Я какое-то время даже за них голосовал. Сейчас, на мой взгляд, выбор вообще по-хорошему отменить. Зачем марать бумагу? Ну, действительно, сделаете вы. Вы все можете сделать прекрасно. Те же выходцы из КПСС. Вы это вполне можете сделать. Зачем вот эти марания бумаги? Деревьев и так мало осталось. Давайте просто электронным. И там это все будет. Да. Вы знаете, что такое выборы. А выборы здесь не выборы. По моим ощущениям, еще с Ельцина. С 96-го года, когда они договорились с дядей Зю. Когда давали бутылку водки в обмен за голос. Это ж вообще позорище и смешно. И это люди из Советского Союза. То есть совки, которые ни умом, ни духом не врубаются. Че вокруг них? Да, многие сошли с ума из-за того, что у них по факту жизни одно. А они хотят другое. С этим столкнулось достаточно много людей. Кто-то из них спился. Кто-то скурился. Кто-то еще что-то, да. И я не ебу вообще. Как так? Люди. Моложе меня. Чуть старше. Да, как будто одна мандавоха 91-го года. Как могут вообще совок поддерживать? Это значит, что? Это получается, я как-то эволюционировал? Наверное, да. Наверное, да. Потому что сначала у меня индифферентность была полная вообще. На самом деле, в медведевское время для меня это, ну, знаете, сродни ностальгия. Мне тогда было по кайфу жить. Несмотря на то, что были такие кремлевские проекты, как «Спасибо, Ева», тот же Пузикадзе что-то там делал, да. Было прикольное время, на самом деле. Я скучаю по нему. Вот это тут до 2012-го. А после 2012-го всё только стало ухудшаться. И до сих пор, как вы знаете, происходит. И я вообще не понимаю, как так совковый чел верит в завод, когда вместо завода можно вообще просто получать бабки за то, что контролируешь ты автоматизированную линию какую-то, да. У него такой пиетет. Ебашешь в три горла, в три смены 20 лет, и потом вздыхаешь и живешь на копеечной пенсии. Я таких людей вообще не понимаю. Ну, знаешь, абсолютно. Мало того, что не на всех заводах дают нормальную зарплату, чистую зарплату, да, от которой башляется, отстёгиваются проценты на будущую пенсию. Меня так наёбывали на прошлой работе. И они всё равно возводят это в культ. Я не понимаю абсолютно таких людей, что у них в башке. Это может сродни какой-то привычки просто. Их, может быть, так приучили, и они привыкли. Я сам многие вещи, которые совкапитеки... Которых видел у совкапитеков, короче, да, в моей семье. Но они же все по умолчанию, да, хомосоветикус. Я иногда с ними борюсь. Я понимаю, что я делаю то-то, так-то, а потом думаю, а откуда вот у меня такая манера общения с вещами какими-то. Да, в быту особенно. Вот это в быту сильно оказывает влияние. Оказалось, это всё именно то, что... Где мы родились, такими мы и можем быть. Типа, родились в говне, значит, мы говно. Немногим единицам удается через это пройти, то есть эволюционировать. Сначала ты... Тебе похуй. Потом ты начинаешь задумываться. Потом ты занимаешься, ну, как я, какими-то изучениями. Возможно, переболеваешь с релинизмом каким-то. Да? Типа всех к стене. А потом ты понимаешь, что это было неправильно. И на самом деле многих вещей потом, если перебрать, будет неправильно. Я ни к чему не призываю, ни в коем случае. Анархия это точно такая же абсолютно утопия, как и полный порядок. Это вот две равновесные анархии. То есть нигде не может быть полностью анархии, нигде не может быть полностью порядка. Вот. Но... Савки, которые живут в своих хрущобах, которые никогда не видели мира, никогда не были за границей, жили на копеечную пенсию, смотрели этот ползатый телевизор все свои 20-30 лет, сколько там. Они сходят с ума натурально, и они начинают нам что-то указывать и что-то говорить. Ну, лучше, конечно, отшутиться на этот счет, но не со всеми так можно отшутиться, потому что есть очень агрессивные персонажи. Как раз-таки я уже называл. И... Никакого перебора фактов про перестройку, еще про что-то не важно. Никакие факты их не берут. У них свой мир, абсолютно навязанный тем еще телевизором, зомбовизором. И их это устраивает вполне, потому что, если они выйдут из зоны комфорта, да, вот этот мирок, он, кстати, есть у каждого, даже у меня, то там начинаются какие-то раздумья, еще всякая конетель и херия, пизда ебатория, в общем, полная. И лучше, конечно, да, находиться вот в этом пузыре отдельно от всех, ну, по интересам, конечно же. И жить в своем мерке всю жизнь. Такие вот совки, они бывают агрессивные, на самом деле. Это уже даже сроки ватничеству, да, когда шпингалеты нормально даже не могли производить, а производили их планом. Помните, прекрасно, плановая экономика. Никому нахуй эти замки, еще что-то, не были нужны, так как они были низкого качества, и в быту особо от них, а они еще морально устаревали быстро, особо толку не было. Но совки верят до сих пор и гладят этим старым совдепским утюгом все свои вещи, у которых даже прыскалки этой нету, да, чтобы морщинки разгладывали, разглаживать. я не знаю, ну пусть тогда этим утюгом с углями, что ли, гладят. Вот почему я их не люблю, сказал, да, потому что иногда сумасшедшие, необычаемые, агрессивные. Ну, сумасшедшие, агрессивные, в принципе, синонимично, да. Это дурдом, на самом деле, дурдом. с одной стороны, можно понять, что никаких нет у них возможностей, ни за границу, никуда, ничего абсолютно, кроме долбанной однушки в хрущобе, у них нет. И они поэтому такие сумасшедшие, озлобленные на весь мир. Да, и готовы гранату, чуть ли не знаете, зубами дёргнуть, и кинуть в толпу. Кинуть. А потом скажут, что у этого волосы длинные, значит, говнарь, у этого волосы короткие, значит, нацик. И это все совки. Вы должны лучше меня это знать. Но некоторые мне не нравятся изречения про совков, то, что я здесь говорю. Прикиньте. И они тоже способны на всё, потому что сумасшедшие. В общем, поэтому эта каста, так скажем, категория для меня лично, я думаю, как и для некоторых, кто подписан на этот канал, никак не котируется. Ну, да, есть заебы, у всех есть заебы. На самом деле психически здоровых нет. Нет ни одного. Так медики говорят. Но с собой надо тоже как-то это быть в радостях. Иначе зачем тогда живём, ребят? не знаю. Ладно, давай дальше. Вторая каста. Почему не люблю я тех наколотых баб с жопами искусственными и сиськами и искусственными губами? Про губы вообще отдельная история. Я не понимаю, зачем надувают таких вот, блядь, размеров, чтобы что, услуги слону оказывать? Чё это за мода вообще такая пошла? Я не понимаю вот эту моду у зумеров, которые в носках зимой, зима минус 30, блядь. У него носки ниже щекотки. Белые при чём. Да белые же засрутся только так. Я поэтому не ношу белые. Я знаю, что белые сложнее отмыть, оттереть и прокипятить. Да. До сих пор такие методы я использую, чтобы удалить долбанные пятна. Хотя там лучше, конечно, иметь хороший окислитель. Эти бабищи, я тоже думаю, не совсем у них всё в порядке. Дуют жопы и сиськи. Хорошо, когда, да, родилась и то, и всё, и пятая, и десятая, и мордочка симпатичная. Да. Но это же потом всё равно ударит. Какая бы она ни была, с каким характером. А ты знаешь, про мою жену две хохлушки на прошлой работе. Знаешь, что они делали? Они говорили, бля, вот такие же сосачки, о которых я говорю, начал. Мне нравится, как она одевается. Пусть она одевает юбку, еще клитора, бля. То есть, вот поэтому я их не люблю. Вот это вот, я не понимаю, для чего это мода, для поднятия деторождаемости? Для поднятия деторождаемости, знаешь, в каждом селе, я не знаю, в каждом городе должен быть спермобанк, где пришёл, донрачил, прошёл селекцию, так скажем, ну, выборочный какой-то конкурс. И зарабатывай бабки, пожалуйста, а эко спонсируй там через как-то государство, через какие-то льготы, если деньги есть на эти льготы. Не надо вот это вот всего. Но эти инстасасачки всё равно продолжают там что-то нам доказывать, как можно мужика гонять на 3-4 работы, как нужно его доить, как нужно забирать у него деньги и жить за его счёт, начиная с первого свидания. Я не понимаю этот народ вообще, ну, вот эту касту, так скажем, мы сегодня будем говорить касты, да, слои населения, так скажем. И это же повальное сосачество вообще во всей в мире. Вы видели, какая страшная баба, блядь, у Трампампама? Это вообще пиздец. Это пиздец. И к чему вот такие обколотые ботоксом с нарощенными сиськами и жопами приведут? Да ни к чему не приведут, блин. Наглотается она, мне кажется, там много раз, чтобы не забеременеть противозачаточных, и чё она родит? Ничего она не родит. А если ей родит по залёту, то будет ебать мужика, разведётся с ним, потом будет новоиспечённая РСПХа, и так же будет доить спонсора своего. Да у меня бывшие же так делали, я же рассказывал. Да. Одна только жидилась мне помогать как-то, да? Ну ладно, хоть в постель с собой клала. А некоторые вообще, мужики, прекратите, блядь. Вы сами культивируете этих баб, когда им много денег даёте, платите. Ну так, чисто символически там, да, за ночь в любви. Да проще проститутку снять, чем с бабой вот этой сосачечной жить. Ну действительно, я вообще вот не понимаю, я честно, ребята, не понимаю, как можно на это даже внимание, да, фигура, да, надо письку сунуть. Ну сунешь ты письку, и тебе пиздец. Твой кошелёк, её кошелёк. А надо жить для себя. Это мне повезло, что всё обошлось, хотя я пизда страдал, знаете, побольше, чем, я думаю, каждый из вас, если до 20 лет взять. Да. Ну хорошо, хоть обошлось, я не залетел. Как хорошо, что там это пятое, десятое прошло, я ещё поднабрался опыта. не надо сразу с печки бряк делать, не надо сразу бросаться. Ни в коем случае, присмотритесь. Если хочет она от вас денег, пошлите нахуй. Ну это же, я реально вот таких сосачек не понимаю. Для чего не что, вот раньше в совковое время, кстати, слово хорошее было, манекенщица. Да, манекенщица, сосательница какая-нибудь. Мне вот чуждо вот это всё, вот абсолютно чуждо. Я не понимаю, что я там могу с какой-то надуванной губами бабой иметь. Одну-две ночи максимум, и то у меня не встанет, потому что, чтобы стояло, надо душа, чтобы лежала, а душа не будет лежать, блядь, потому что и хуй не стоит, вернее, наоборот. Вот реально, я не понимаю, зачем это нужно вообще, для кого, что, бред какой-то, блядь. А уж когда бабка какая-то старая вот это всё себе наделает и скажет давайте вперёд, жеребцы, так мне ещё вдвойне смешнее получается. Это как? Я понимаю, да, там сиськи колесом, там, ебал, тоже колесом, как говорил Мэдис. Но вот это вот потреблятство, они же ещё, знаешь, тренд задают, моду, потреблятство, вот это ко всему. Я понимаю, что корзина покупателей стала больше, потому что нужно помимо коммуналки заплатить за свет и нет, чё там ещё, подписки, всякая хуебистика и энтертеймент полный. А тут ещё и вот эти манекенщицы, блин, с анлифанцами, им тоже надо донатить. Не, ребят, купите себе лучше резиновую бабу и тренируйтесь на ней. Вот честное слово, кто вот реально пиздастрадал, как я? Я пиздрастрадал-то где-то лет с 14 и до 19. Да, это я помню. А в 19 лет нашёл, кто точно даст, и она дала. И я понял, чё, это всё? Вот ради этого пишут песни, слагают стихи и жопу рвут, и морду бьют. Вот из-за этого куска мяса чё, орили? Правда? Это слишком переоценено, я считаю. Но такая мода вот оверпрайсовая товарно-денеджные услуги, ну реально, проще, я не знаю, снять кого-нибудь. Да? Ну а чё, бабы снимают мальчиков? А чё? Меня вот снимали, к примеру. Я об этом не горжусь, ни в коем случае. Ну вот. Я помню, как подругу, подруги бывшую застремали за то, что она мне сунула 100 рублей на проезд после ночи любви. А она же прям помню, покраснела, блядь. Был такое. Чё у нас следующий какой вопрос? Давай. Немножко расскажу тогда я, раз уж третья мысль мне не приходит на ум, я к ней сам приду. Это про культ денег и цели в жизни. Вообще такие философические, знаешь. Насчёт культа денег. Все деньги не заработаешь. Есть такая поговорка, вы знаете, и некоторые даже лучше, чем я. Но вот только тогда, когда вы начнёте много получать бабла, это бабло всё равно будет уходить. Почему? Потому что растут потребности. И потом будет мало-мало-мало, будет срыв и такое, можно сказать, дно. поэтому я считаю, не влезай, убьёт, деньги портят людей. Особенно большие. Не зависит от того, какой человек, как он был построен, устроен. И по себе я скажу. Если деньги есть и ты вот хочешь себе что-то купить, и ты жадничаешь сам себе, вот допустим, синтезатор себе купить за десятку, ты его никогда не купишь. Даже если у тебя будут бабки, как бы деньги, да, ты его не возьмёшь, потому что ты жадничаешь сам себе. Если денег вообще овер дохуя ли он, то ты купишь всё это дерьмо, и у тебя не останется денег. вопрос зачем тогда дохуя денег? Ну, захочешь ты там насрать, как мне заказали за бабки, да, и чё? Ты чё, хорошее сделал? Да нет. А так привыкать к быту в плане понемножку имеется ввиду денежку. Есть ещё поговорка сегодня денег вообще нет, а завтра воз. Чё-то такое, короче, поговорка. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, бывает тоже такое, но, как правило, эти деньги все куда-то уходят, на какую-то херь. Поэтому, ребята, не покупайте херь, и 33 раза продумайте, зачем вам нужна та или иная вещь. Вот. Не превращайте всё это дело в накопительство, иначе потом будут достаточно плачевные какие-то последствия. Несмотря на то, что сколько у вас там вообще баблишка лежит. Или не лежит, или висит где-то, да. Деньги, на мой взгляд, ну, это возможности, это вообще инструмент. которым ты чё-то можешь сделать. Насрать в тапки кому-нибудь, себе зубы вставить, я не знаю, здоровье поправить, похудеть, там, допустим. Для некоторых это инструмент зла, как бы, да. Лишь бы кому-то насрать, ещё чё-то устроить, объебать. Вот те же мошенников возьмите, которые названивают всё время, и им чё-то надо. и да пошёл и хватит про деньги, потому что первый закон еврея, вот кто курсы всякого говна покупает, первый закон еврея, скажу. Если он знает, где брать, если ты знаешь, где брать, допустим, ты ни с кем не поделишься. И вот эти вот всякие инфо-цыгане, блядь, только себе приносят пользу. Больше никому. И следовательно, нахуха вы в это всё верите и клюёте клюкву эту. Я не понимаю. Ладно, следующее. В чём цель жизни? Цель в жизни на самом деле очень банально сейчас выразюсь, выражусь. Это прожить свою единственную жизнь. Она единственная. Так как ты хочешь. Не всегда, конечно, это будет получаться, но к этому стремиться тоже нужно. Некоторые философически говорят, а вот зачем мы здесь, почему я в этом теле там допустим и почему я вот живу как живу. Мне кажется, будет порождать сознание, иногда наоборот. Это когда деньги есть. Но лично для меня всех хейтеров, которые мне завидуют, завидуют. не буду их имена ни в коем случае перечислять, чтобы не сделать рекламу. Завидуют, так как я живу, а я живу, не особо напрягаюсь. Как в песне у пушного, да, не особо напрягаюсь. Не помню трек какой, строчка пришла на ум. и самореализация в первую очередь, опять же, занимайся чем ты хочешь. Есть навык на пианине, на пианине, есть навык пиздеть о чем-нибудь, пизди. Все элементарно, просто, просто навыки нужно найти, распознать, не понять, а распознать и попытаться их развить. Потому что это все идет достаточно с раннего возраста. и надо этому помочь. А что насчет целей в жизни? Люди говорят, типа, либо мучайся, там, я не знаю, либо такие религиозные. Религиозных я тоже не люблю. Хотя, заметьте, я, хоть и атеист, но я не собок. Как вот те сумасшедшие. опять собаку кто-то раздавил. Звуки такие. Понять себя надо в первую очередь. Я ни в коем случае не говорю медитировать, вот эти хуебистики. Нет. Нет, конечно же. Заниматься всем по чуть-чуть надо. Что получится, что выстрелит, то и остается трендом. И то оно потом надоест, как у меня эти долбаные компы, которые мне снятся и мне по идее погоду-то не делают. Меняйте, короче говоря, свою обстановку, если она вас гнетет. А бытовуха это ужасно. Бытовуха убивает что-то там по-моему до хрена разводов в стране на самом деле. И в миру вообще. И те люди, которые говорят типа не надо дитё там после себя оставлять, ещё чё-то. Ну, я не согласен на самом деле. Тогда зачем живём? Зачем существуем? Существует каждый, конечно, по-разному и живёт тоже каждый по-разному. Блин, одна философия у меня получается. Ага. Мои всякие цвета виски на плеере слушаю лимбиски. Почему-то такой твит пришёл, не знаю, в башку. Твиттер тоже запрещён, да? Да. По-моему, блядь. Сука, всё у нас запрещёно, блядь. Ютуб скоро прикроют. Жить надо так, как тебе хочется. Не всегда так может получиться, но в редких случаях исключительных может... Либо к этому стремиться надо, либо это будет тогда, потом когда-нибудь, да, допустим, там, загородный дом какой-нибудь ещё, о котором многие, я думаю, мечтают иметь у себя в хозяйстве, и хозяйство тоже хорошее. Стремиться надо, иначе зачем мечта нужна? А в этом, я думаю, цель жизни. Хоть немножко, хоть чуть-чуть, хоть что-то должно приносить вам пользу, а не вот эти вот хейтеры, которые срут в горло, срут в тапки и вообще. Их на самом деле много, и они появляются не из ниоткуда. они завидуют. Вы знаете, как с завистниками нужно поступать. Это игнор. Так же, как и с бывшими, так же, как и с совками, так же, как и с вот этими потреблядями, я их так называю. те же инстасамки. Блядь, какое слово ужасное. Феминитивы я терпеть не люблю. В общем, спасибо за внимание, особенно за внимание. Вот такой был пизде в ложах, так скажем. Такие дела. Покеты. Такие